Подведены итоги федерального научно-общественного конкурса «8 жемчужин дошкольного образования». На церемонии награждения лауреатов, которые провели в Люберцах, работала наша съемочная группа. Это юбилейный 10-й фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций России. Одна из его главных задач – обменяться опытом и педагогическими практиками. Идея конкурса – соединить творческие и инновационные усилия наших дошкольных педагогов. Безусловно, это творческие начала, безусловно, прекрасная перспектива работы наставников и родителей. Конкурс интересен. Он вырос из конкурсных мероприятий еще когда-то Российского образовательного форума. Почему «8 жемчужин»? Потому что тогда было признано 8 номинаций, и за каждую номинацию одна жемчужина. Если воспитатель представляет свой проект и видит, что его оценивают уже более серьезные люди, дают какие-то рекомендации. И это самое главное, самое нужное. Отдел дошкольного образования и Центр развития образования «Люберец» в разные годы побеждали сразу в нескольких номинациях по индивидуальным проектам. Нынешний конкурс проходил по другому сценарию. Участники создавали межрегиональные сетевые проекты «Маленькие патриоты Большой России», «Дети как наставники», «С чего начинается Родина». Всего 17 направлений. В нашем проекте участвовало несколько регионов. Это Гатчино, это Подольск у нас был. У нас был Ульяновск город. Все вместе мы участвовали в проекте. Называется он «Взлет». Конечно, нам очень приятно, что мы победили. Было много усилий вложено. Детки у нас молодцы. Мы ходили по музеям. Мы приглашали к нам в наш детский сад. По робототехнике были проведены мастер-классы для других участников проекта. И в свою работу обязательно мы возьмем опыт, который накопили в рамках участия в проекте. В конкурсе приняли участие более 400 человек. 17 прошли в финал. На церемонии награждения чествовали педагогов из Московской, Владимирской и Тульской областей, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Рязани. Мы побеждаем в конкурсе с 2018 года. И я, как руководитель методического центра, привожу целый ряд разных дошкольных образовательных организаций, которые успешно представляют свои проекты на этом конкурсе. Мы проходим серьезный отбор. У нас серьезное педагогическое сообщество, эксперты, которые консультируют, помогают. Всероссийский фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций впервые провели в 2013 году. За 10 лет свои проекты представили более 2,5 тысяч человек из 50 регионов страны.